Привет, с вами смартфон Yi и на тесте у нас Iconbit Calisto 100. Это первый полноценный умный телефон в форм-факторе часов, который попал к нам на тест. Смотрите сами, компактные размеры, слот для карты памяти, встроенная камера в 3G, Android 4.2.2 из коробки и стоимость порядка 220 долларов. Чем же хорош часофон, о его мультимедийных возможностях, автономности и наших впечатлениях пользования смотрите далее. Внешне это устройство напоминает обычные наручные электронные часы. На мой взгляд это больше мужской аксессуар. Однако производитель насколько смог постарался уравновесить восприятие модели Calisto 100 как на мужской, так и на женской руке за счет интерфейса. Маленький пример. В режиме часов на выбор предоставляется 8 вариантов отображения циферблата. Поверьте, гаджет не выглядит скучным или обыденным. Комплект поставки устройства дополнен док-станцией, кабелей microUSB, а также отверткой для доступа к слоту сим-карты, батареи и карте памяти. Про запас предусмотрены дополнительные винтики для фиксации соответствующих крышек. Корпус металлический, собран надежно и абсолютно не поддается деформации. Лишних зазоров, нестыковок, произвольно открывающихся элементов нет. Все держится на болтах, открутить которые, без того, чтобы приложить усилие, не получится. На правом торце расположены две кнопки управления и камера. Верхняя клавиша отвечает за включение-выключение устройства, нижняя – совмещенная кнопка перехода на главный экран и вызова диспетчера приложений. Клавишу назад, стандартную для Android, заменили на сенсорные движения пальцем. На левом боку разместились микрофон и слот для карты microSIM. К верхнему и нижнему торцу крепится ремешок. На нижней половине последнего предусмотрен вывод динамика громкой связи. В нем также спрятан чип Wi-Fi и GPS. Ремешок резиновый. Материал мягкий и приятный на ощупь. Размер дисплея у часофона 1,54 дюйма. Разрешение 240 на 240 пикселей. За основу взята IPS-матрица. Регулировка яркости доступна только в ручном режиме. Даже в солнечную погоду, а не такую пасмурную, как сейчас, информация с экрана на среднем уровне подсветки читается без проблем. Экран поддерживает мультитач. Сенсор отзывчивый. На прикосновение реагирует без замедления. Мне потребовалось некоторое время на привыкание к нему, дабы избежать излишних операций и нажатий. Углы обзора отличные как по вертикали, так и по горизонтали. В пределах закрытого помещения встроенный динамик громкой связи обеспечивает вполне комфортное ведение разговора без использования гарнитуры. Даже на максимальном уровне громкости звучание чистое, без хрипов. На улице все-таки лучше пользоваться беспроводной гарнитурой. В основе аппаратной платформы EconBit Calista 100 двухъядерный процессор с пониженным энергопотреблением MediaTek MT6572 на 1,2 ГГц, графический чип Mali-400MP и 512 МБ оперативной памяти. Встроен накопитель объемом 4 ГБ, пользователю из них доступно 2. Работа интерфейса плавная, загрузка почты и офисных приложений, камера и галереи быстрая. Смартфон способен проигрывать видео в VGA разрешении. Емкость встроенной батареи 600 мАч. Для себя я выделил три варианта использования Calista 100. Каждый из них по-своему использует беспроводные модули, а значит расход аккумулятора будет разным. В первом случае Calista 100 работал в режиме обычного телефона. Продолжительность звонков не более 20-30 минут в день, еще до 1 часа проверка почты, заданий и работа с календарем. В итоге до 3-4 дней работы без подзарядки. Уточню, все разговоры велись через встроенный в корпусе микрофон и динамик. А вот если использовать внешнюю Bluetooth гарнитуру, то при тех же нагрузках смартфон продержится не более полутора суток. Еще как вариант, можно использовать часы как сопряженное устройство к вашему основному смартфону. Для этих целей я использовал Wi-Fi соединение. Срок работы в этом случае до 2-2,5 дней при нагрузках не более 1 часа. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 4.2.2. Интерфейс хорошо адаптирован под управление жестами. На рабочем столе размещается до 4 ярлыков или папок. В каждой из них помещается 3 иконки. Кроме того, им можно присвоить название. Панель уведомлений и меню быстрого запуска практически не отличается от такового в моноблоках. Пользоваться почтовыми программами, заметками, менеджером заданий и календарем мне показалось удобно. Фактически, это гаджет для потребления контента, а не его генерации. Помимо стандартного для Android софта в часы добавили возможность быстрого подключения Bluetooth устройств и Flash Player. Все остальное доступно через Google Play. На практике проверили. Приложения социальных сетей в Фейсбуке и Вконтакте работают без проблем. Нареканий к стабильности работы Твиттер, Скайп, Инстаграм, как и к предустановленному браузеру нет. Безусловно, это устройство не игровая консоль. Тем не менее, кое-какие игры запустить можно. Развлечь себя шахматами, судоку или аркадными гонками очень даже реально. Встроенная камера на 3 мегапикселя. Фото можно делать в максимальном разрешении 1728х1728 пикселей. Этого вполне достаточно, чтобы сделать графическое напоминание или заметку. Видео пишется с разрешением 864х480 30 кадров в секунду. Что ж, в режиме ежедневного пользования эти часы мало чем отличаются от наручных. К ним быстро привыкаешь, они привлекают своей простотой и многофункциональностью. За продуманный дизайн, оснащение и положительное впечатление от функциональных возможностей Callisto 100 я даю ему звание лучший выбор среди представленных на рынке часофонов.